Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке физики. Тема сегодняшнего урока – свет, законы распространения света. С давних времен людей интересовали законы, по которым распространяется свет, почему появляются миражи, почему происходят солнечные или лунные затмения. И не мудрено, ведь 80% информации об окружающем нас мире мы получаем при помощи органов зрения. Источники света вам уже знакомы, они бывают искусственными и естественными. Но что же такое свет? В прошлой теме мы с вами изучали электромагнитные волны. На шкале электромагнитных волн вы увидели небольшую область длин волн, которая называется видимое излучение. Да, ребята, свет – это электромагнитная волна, которая вызывает зрительные ощущения. Я хочу вам напомнить, что все электромагнитные волны, так же, как свет, распространяются с одинаковой скоростью – 300 тысяч километров в секунду. Эта скорость максимально возможная в природе. Кроме того, в разделе физики, который мы сейчас с вами начинаем изучать, он называется «Оптика» и изучает световые явления, нам с вами понадобится понятие «световой луч». Луч – это линия, вдоль которой распространяется энергия от источника света. Итак, оптика строится на законах распространения света. Сегодня мы с вами рассмотрим три из них. Каждый из них выполняется при определенных условиях, и в зависимости от того, в какой среде находится световой луч, он будет вести себя по-разному. Наверняка каждый из вас слышал о таком явлении, как солнечное или лунное затмение. Происходит оно тогда, когда Луна, Солнце и Земля находятся вдоль одной прямой. Давайте посмотрим, как это происходит. Как вы видите, при вращении Луны вокруг Земли, солнечные лучи могут попадать на Землю, не во все точки, в том случае, если Луна закрывает Солнце. Та область, в которую свет от Солнца не попадает, будет образовывать область тени. Тень – это область пространства, в которую свет не попадает. Вокруг области тени будет образовываться область полутени – та часть Земли, куда свет попадает частично. Таким образом, солнечное и лунное затмение можно объяснить при помощи закона прямолинейного распространения света. На опыте видно, что если на пути источника света поставить несколько непрозрачных экранов с отверстиями, на экране будет образовываться световое пятно только в том случае, если все отверстия стоят вдоль одной прямой. Если же один из экранов приподнять, то в этом случае у нас на экране светового пятна не будет. что доказывает, что свет в однородной прозрачной среде распространяется прямолинейно. В том случае, если среда неоднородна, мы наблюдаем другое явление, которое называется преломлением света. Посмотрите, на данной фотографии и стакан, и вода, и воздух – это три прозрачных среды. Но, тем не менее, мы видим, что изображение карандаша является преломленным. Это происходит от того, что свет в разных средах распространяется с разной скоростью. Чем плотнее среда, тем медленнее в ней распространяется свет. Чтобы охарактеризовать эту величину, мы вводим понятие показателя преломления. Абсолютный показатель преломления среды Н равен отношению скорости света в вакууме к скорости света В в данной среде. У каждой среды, в данном случае у воздуха, у воды и у стекла разный показатель преломления. Давайте рассмотрим рисунок. Луч падающий падает на границу раздела двух сред под углом альфа. При этом мы видим, что есть луч отраженный и луч преломленный. Угол преломления в данном случае обозначен углом бета. На границе раздела двух сред этот луч преломился, и угол альфа больше, чем угол бета, за счет того, что вторая среда более плотная, и в ней свет распространяется медленнее. Кроме того, луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр восстановленный в точку падения луча должны лежать в одной плоскости. Закон преломления света выглядит следующим образом. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред и равна отношению абсолютного показателя преломления второй среды к абсолютному показателю преломления первой среды. Что же делать, если на пути света появляется непрозрачная среда? В данном случае мы будем с вами наблюдать отражение. Более того, предметы, окружающие нас, мы будем видеть только в том случае, если они способны отражать световые лучи. Давайте посмотрим, как ведет себя световой луч, когда падает на зеркальную поверхность. Отрезок СО, это луч падающий, отрезок OB, луч отраженный, отрезок СО, перпендикуляр, восстановленный в точку падения луча. В данном случае закон отражения света выглядит следующим образом. Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точку падения луча, лежат в одной плоскости. угол падения всегда равен углу отражения. В том случае, если поверхность неровная, диффузная мы ее называем, в этом случае лучи отклоняются в разных направлениях и мы получаем рассеяние света. Эти законы оптики, законы распространения света вы можете встретить в повседневной жизни. Давайте с вами еще раз посмотрим. Закон прямолинейного распространения света. Свет в однородной прозрачной среде распространяется прямолинейно. Закон преломления света. На границе раздела двух сред луч изменяет свою скорость, именно поэтому световой луч преломляется. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная. Мы ввели понятие абсолютного показателя преломления света. Он показывает во сколько раз скорость света в среде меньше, чем в вакууме. И также ввели закон отражения света. Угол падения равен углу отражения. Более подробно с этими законами вы можете ознакомиться в параграфах нашего учебника. Домашнее задание. Параграф номер 3032. И я вас прошу найти в повседневной жизни и привести примеры из собственного жизненного опыта, в которых вы заметите пройденные сегодня законы распространения света. Спасибо вам за урок. Добрый день, уважаемые восьмиклассники. У нас с вами сегодня урок истории восьмой класс. Тема внешняя политика Екатерины II. Итак, начинаем наш урок. Еще раз я озвучиваю внешняя политика Екатерины II. Вопросы, которые мы рассмотрим при изучении данной темы. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 года. Следующая русско-турецкая война 1787-1791 года. Это русско-шведская война. Это участие России в разделах Речи Посполитой. Следующий вопрос. Борьба Екатерины II с революционной Францией. И в завершении, при изучении нашей темы, это последний такой вопрос. Мы должны будем подвести с вами итоги. Результаты внешней политики Екатерины II. Мы с вами будем работать по учебнику «История России», восьмой класс, часть 2, параграф 22. Сразу хочу обратить ваше внимание на три цветные карты-вклейки в данном параграфе особо. Итак, начинаем. Царствование Екатерины II стало не только периодом просвещенного правления, но и времени великих побед русского оружия. К концу 18 века Екатерина Великая решила основные задачи своей внешней политики. И наша задача рассмотреть, что способствовало вот такому огромному успеху в области внешней политики. Параграф начинается таким вопросом. В чем состояли главные причины столь значительных успехов России во внешней политике во второй половине 18 века? При изучении данной темы я рекомендую вам постараться ответить на поставленный вопрос. Итак, переходим к первым вопросам. Основные направления внешней политики. Можно четко выделить три основные направления. Это прежде всего северо-западное направление, это отношение России со Швецией, это западное направление отношения с европейскими странами и это южное направление, это добиться выхода к Черному морю. Три основные направления. Что способствовало успешной политике Екатерины Второй? Прежде всего, это ослабление на международной арене позиций таких стран, как Османской империи и Крымск-Крыма. Также способствовало то, что у России были такие союзники, как Пруссия и Австрия. И, конечно, огромное влияние на политику внешней политики оказало события, которые происходили в этот период во Франции. В 1768 году Османская империя объявляет войну России, которая длилась до 1774 года. Каждая из сторон преследовала свои цели. Османская империя – это прежде всего желание обезопасить границы России, свои границы от России. Следующая цель – получить Валы и Подолию. Следующая – вернуть влияние при Азовье. И еще одна цель – захватить при Черномории Киев и Астраха. Свои цели также в этой войне преследовала и Россия. Давайте рассмотрим, какие цели преследовала Россия в очередной русско-турецкой войне. Желание заполучить выход к Черному морю. Следующая цель – получить свободный доступ к Средиземному морю, расширить влияние на балканские народы. Военные действия шли с переменным успеха. Но все-таки Россия в результате нескольких сражений одержала в этой войне победу. И Турция вынуждена была пойти на подписание мирного договора. И в 1774 году в местечке Кучук-Кайнаджир был подписан Кучук-Кайнаджирский мирный договор. Прежде всего, это состоялись такие сражения, как у реки Ларга, у реки Кагу. И в этой войне Россия действительно показала уже свои успехи. Ну, также в 1770 году состоялось очередное такое решающее сражение. Это Чесминское сражение. Сражение также при Калуге, я только что говорила, 1770 год. И вот в этой русско-турецкой войне под руководством Румянцева им была одержана блестящая победа над 150-тысячной турецкой армией. Итак, 1774 год, Кучук-Кайнаджирский мир. Россия по этому договору получала земли между Буком и Днепром, часть Приазовья, Керчь, Еникалии, также право на Черноморский плод на проход в Средиземное море. Крым получал независимость от Османской империи. Русские получили право свободно посещать святые места в Турции. Также за Россией признавалось право покровительства христиан в Молдавии и Валахии. Но этот мир был непрочным. Обе стороны рассматривали его как временный мир. И в 1787 году началась очередная русско-турецкая война. Она длилась до 1791 года. В ней Россия и Османская империя боролись за Причерноморье. Ну, также это прежде всего причиной были антирусские провокации Османской империи в Крыму, присоединение Крыма к России в 1783 году, Георгиевский трактат с Грузией, ультиматум России с требованием оставить Крым и Грузию, на который был отдан отказ и объявление Турции войны с Россией. И по итогам этой войны в 1791 году был заключен Ярский мирный договор. По этому договору к России отошли земли между Южным Бугом и Днестром. Также признание за Россией право на земли Крымского ханства и отчаков. Отказ Турции о претензии на Грузию. Очень внимательно за внешней политикой России в отношении с Турцией следила и Швеция. В 1788 по 1790 год состоялась русско-шведская война. Дело в том, что причина была очень ясна для Швеции. Это прежде всего вернуть утраченные русские земли. Но надо сказать, что эта война все-таки закончилась победой со стороны России. Швеция вынуждена была признать непосредственно условия предыдущих мирных договоров. Особенно не штатского мирного договора. Также в начале урока, ребята, я говорила, что Россия приняла активное участие в разделе Речи Посполитой. Помимо России в разделах Речи Посполитой активное участие принимала также Пруссия и Австрия. Итак, ну прежде всего Россия в этот период оказывала большое влияние на Польшу. Польша в этот период значительно уже ослабевала. И три раздела Речи Посполитой. Я хотела бы вас прежде всего сейчас обратить ваше внимание на очень хорошую карту в учебнике на странице 45. Итак, первый раздел 1772 год, второй раздел 1793 год, третий раздел 1795 год. После третьего раздела Речи Посполитой 1795 года государство перестало существовать. Также Россия приняла активное участие в борьбе против революционной Франции, которую революционная Франция встревожила всех монархов Европы. Не в стороне осталась и Екатерина II. И Екатерина II предприняла следующие попытки. Что было сделано? Ну прежде всего, меры России по борьбе с французским революционной Францией. Это из Франции были отозваны российские подданы, разрыв дипломатических торговых связей между странами, предоставление убежища французским дворянам, бежавшим из страны, и участие русского флота в морской блокаде Франции. Итак, итоги внешней политики Екатерины II. Россия во второй половине 18 века значительно расширила свои территории. Во-первых. Во-вторых, увеличилось население России с 22 до 36 миллионов человек. И произошло укрепление международных связей. И Россия стала великой мировой державой. Домашнее задание. Я рекомендую вам изучить параграф 22, особо обратить внимание на карты на странице 39, 41 и 45. В конце параграфа на странице 48 я рекомендую вам ответить на вопросы к тексту и обратить внимание на рубрику «Работаем с картой». Также на странице 49 запоминаем новые слова. И на странице также 49 рубрика «Думаем, сравним и размышляем» письменно выполнить задание номер 1 – составить хронологическую таблицу. И также, кто работает с рабочими тетрадями, выполнить задание к параграфу 22. Я благодарю за внимание. Дорогие восемнеклассники, я желаю вам успехов! Здравствуйте, ребята! Темой нашего сегодняшнего урока является решение неравенств с одной переменной. Для того, чтобы мы с вами поняли, как решаются эти неравенства, нам нужно с вами вспомнить, а что же такое неравенство и какого вида они бывают. Значит, мы с вами знаем, что неравенства бывают числовые и неравенства, содержащиеся в переменную. Что же такое числовые неравенства? Это неравенство вида, например, 5 больше 3. Что мы могли с вами делать с такого типа неравенства? Мы могли к обеим частям неравенства прибавить одно и то же число, и неравенство от этого не изменится. Ну, например, получится 6 больше, чем 4, если мы прибавили единичку. Мы могли умножить обе части неравенства на одно и то же число, и снова значение неравенства у нас не изменится, и у нас получится, допустим, умножаем на 2, 10 больше, чем 6. А что же получится, если мы вдруг захотим умножить обе части неравенства на отрицательное число? То есть мы получим минус 5 и минус 3. Какой же знак неравенства мы тогда поставим? И мы с вами помним о том, что когда мы разбирали пункт 29, для того, чтобы умножить обе части на отрицательное число, нужно поменять знак на противоположный. Итак, в пункте 29 вы знакомились с тем, что если у вас некоторое число А было больше Б, можно было прочитать неравенство и в другую сторону, то есть Б будет у вас меньше, чем А. И если к обеим частям неравенства прибавить одно и то же число, то тоже получится верное неравенство. И если мы с вами умножаем обе части верного неравенства на одно и то же положительное число, то получится верное неравенство, а при умножении на отрицательное число мы должны знак неравенства изменить на противоположный. Теперь мы с вами перейдем к неравенству с переменой. Вот если бы я написала просто неравенство 3х-5 больше 0 и задала вам вопрос, как же найти решение этого неравенства? Один из вас бы сказал, вот, а тут, наверное, подходит 2, подставляем 3х2, 6 отнять 5, будет больше 0. А другой бы сказал, а и 100 тоже подходит, а третий бы сказал, и 10 подходит, что же тогда делать? Оказывается, для того, чтобы решить неравенство, это не просто найти корень уравнения, как мы с вами решали уравнение, а для того, чтобы решить неравенство, нам нужно найти все его решения, либо доказать, что их нет. И оказывается, что если мы с вами будем решать данное неравенство и применим те же самые свойства, как для числовых неравенств, то есть перенесем на противоположную сторону пятерку с противоположным знаком, и если мы с вами выразим переменную таким же самым образом, как мы решали обычное уравнение, чтобы найти неизвестный множитель, произведение делим на известный множитель, и получим дробь 5 третьих, то вот мы и получили некоторую запись этого неравенства с переменой. Теперь давайте с вами посмотрим, как же мы будем решать с вами простейшие неравенства, и какими мы при этом будем пользоваться методами. Например, если бы нам необходимо было решить неравенство с переменой вида, я в данном случае возьму так, чтобы выполнялось деление, и чтобы можно было затем сделать рисуночек, чтобы вам было проще. Если бы мне нужно было написать 3х больше 6, то мы бы получили в данном случае в ответе 2. Как бы мы записали этот ответ? И снова нам поможет тот материал, который мы с вами уже прошли. Как выглядят неравенства, которые задают числовой промежуток? Значит, в данном случае неравенство у нас строгое, и для того, чтобы нарисовать строгое неравенство, мы должны с вами использовать координатную прямую. Но мы с вами то же самое и выполним. Построим с вами координатную прямую, и отметим данную точку как выколотую. Обозначим двоечку, и поскольку написано больше, чем 2, закрасим в правую сторону, и запишем решение данного неравенства. В круглых скобочках, поскольку у нас написано, что выколотая точка от двойки до плюс бесконечности. А вдруг бы нам нужно было выполнить неравенство, у которого в произведении опять находилось отрицательное число, как мы столкнулись с вами с числовым неравенством. То есть если бы мы написали, что минус 5х у нас был бы меньше, либо равен 10, тогда мы обе части этого неравенства разделили бы на минус 5, на отрицательное число, и, следовательно, должны были знак неравенства поменять на противоположный. 10 разделить на минус 5 мы бы получили минус 2. А, следовательно, если бы мы с вами сделали тоже рисунок к данному неравенству, мы бы точку закрасили, потому что неравенство у нас нестрогое. И посмотрите, пожалуйста, в вашем учебнике тоже в данном пункте написано, чтобы решить нестрогое неравенство такого вида, решением будет числовой луч, и точка у нас будет закрашенная. Скобочка, обратите внимание, будет квадратная. Значит, мы получаем ответ. Что у нас будет? Можно записать, х принадлежит промежутку от минус 2 до плюс бесконечности. Оказывается, что при решении неравенств мы должны с вами использовать те же самые свойства, как и для решения числовых. И мы с вами читаем в учебнике, что решением неравенства с одной переменной называется значение переменной, которое обращает его в верное числовое равенство. И мы в этом убедились, когда решали пример путем подбора, что какие решения мы с вами подбирали, обращалось в верное числовое неравенство. И оказывается, чтобы решить неравенство, значит, найти все его решения либо доказать, что этих решений нет. Но тут мы с вами в учебнике читаем, что, оказывается, есть еще равносильное неравенство. Что же такое равносильное неравенство? А это неравенство, которое имеет одинаковое решение. Вот если бы мы сейчас с вами, сейчас мы имели ответ, что х у нас был больше двойки, здесь у нас больше либо равен минус двойке, эти два неравенства не являются равносильными. Но если бы мы с вами подобрали еще один пример, который бы совпадал одним из данных, ну, например, мы бы написали с вами неравенство, что, к примеру, 3х больше либо равно минус 6, и решением данного неравенства тоже бы было х больше либо равен минус двойке, а, следовательно, вот эти два неравенства у нас бы были равносильными. Значит, что мы должны с вами запомнить из данного кусочка материала? Что, если мы с вами решаем неравенство, то можем с вами из одной части неравенства переносить в другую число с противоположным знаком, можем умножать или делить на одно и то же положительное число, и при этом у нас получается верное неравенство. А также, если мы умножаем на отрицательное число, то знак неравенства изменяется на противоположный. Итак, ребята, для того, чтобы вы разобрались с этим материалом, вам необходимо на страничке 189, это номер 835, посмотреть, как записывается неравенство, как их можно решить с помощью координатной прямой. Дальше, посмотрите, пожалуйста, номера 836, 837 по учебнику Макарычева. И вы точно так же запишите данные неравенства и используйте те свойства, о которых мы с вами говорили. И очень убедительная к вам просьба. При решении неравенств обязательно делайте рисуночек, закрашивайте, вот как у вас написано в решении, что в сторону больше, и записывайте ответ. Можно записать, если принадлежит, либо записать вот таким образом. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»